Всем привет! Меня зовут Любовь Стасюк. Сегодня мы не будем с вами смотреть мастер-класс, а посмотрим обзор моих покупочек для творчества. Итак, приступим. Сразу скажу, что покупка объемная, оптовая. Итак, первое, что мы видим, это заготовки. Вот такие вот заготовки для брошей. Взываю я их очень много, так как мне нужно сделать в садик моему сынишке. Итак, в магазинчике появилась новинка. Вот такая вот красивая ленточка. Это органзовая лента. С вот таким ажурным краешком. Есть разных оттенков, но я взяла синего и фиолетового цвета. Очень красивая ленточка, очень легенькая. И взяла я эту ленту для того, чтобы делать летние бантики. Вот как-то, знаете, хочу вам все показать, и никак у меня не получается. Потому что очень много у меня идей, мастер-классов. И все на второй план отодвигаю бантики всегда. Ну, теперь хочу вам сказать, что наконец-то смогу вам показать вот бантики из разных ленточек, которые у меня есть. Вот такая вот красивая ленточка. Думаю, что в скором времени или уже, наверное, есть у девчонок, которые продают на метраж вот такую ленточку. Так что вы тоже сможете ее себе купить. Дальше взяла им вот такую вот репсовую ленточку. Это к заказику, то есть я буду делать такие, я показывала в видео, медальки для выпускников садика. И заказала я себе к своему заказу. Дальше это для незабудок. Думаю, что вам не нужно рассказывать, потому что вы знаете, что это ленточка с люрексом 6 мм. В общем, ничего такого нового. Дальше взяла бобинку репсовой ленты 2,5 см. Это тоже для незабудок, которые я вам показывала в прошлых своих видео. Дальше у нас идет вот такая вот красота. Это такие вот бусинки перламутровые 8 мм. Их хватает, ох, как надолго. То есть на всякие разные бантики, точки станет очень надолгое время. А дальше, а дальше покажу вам вот такую вот штуку, может кому-то знакомо. Это мешковина, где идет, кажется, 10 ярдов, 40 см. Если я ошибаюсь, то простите меня, конечно, вот такая вот красивая ткань, мешковина, на которой можно шить, даже вышивать ленточками или делать разные картины. Ну, я взяла для своих целей, ну, взяла, скажу так, попробовать картины с нашими цветочками канзаши. Ну, если у меня получится, обязательно вам похвалюсь, покажу и сделаем мастер-класс. Ну, а если кого интересует, то в этом магазинчике есть разные цвета, мешковины, разные оттенки. То есть есть там и красный, и такой серый цвет, и ближе к зеленому. Зайдете и себе посмотрите. Дальше делала я заказ из-за клея, потому что у меня закончился клей. Не знаю я, какой будет этот клей, и насчет клея. Как раз хочу вам сказать, все никак не могла собраться. Была у меня такая ситуация, лежит у меня килограмм клея. Взяла на одном сайте, клей был очень красивый, гладкий. Характеристики тоже были очень хорошие на сайте этого клея. И цена очень красивая. Я полакомилась на цемь и взяла себе килограмм клея. Но, знаете, очень было разочаровано, когда у меня сразу спустя, может, день, я увидела, что там не течет клей, так как должен был течь. И в скором времени, через день, у меня сгорел пистолет. Вот такой обычный, синий, как у нас есть, сгорел. Он у меня служил очень долго. Ну, я думаю, значит, проблема в пистолете. Ну, а потом я поняла, что наш пистолет, он же имеет 20 Вт, и он не мог нагреть тот клей, разогреть, расплавить, так как тот клей был предназначен для пистолетов с высокими температурами. Так что, девочки, мой вам совет, это лично мой опыт, когда вы покупаете клей, обязательно спрашивайте, клей у них находится в продаже. Ну, конечно же, это не вина продавца, потому что можно получить партию клея какую-то плохую, и можно об этом не знать. Но, когда вы спросите, и когда мы будем рукодельницы массово спрашивать сразу же об клее, какой клей, то я думаю, что они обязаны попробовать, как, какое, какого качества клей. Но этот, вижу, неплохой. Скажу вам, что было с тем клеем не так. Ну, есть у меня тут клей, не хочу идти и нести его. Он был очень гладкий, очень мягкий, когда его сгибать. То есть, с виду он был очень красивый. Этот пожестче. То есть, чем жестче клей, тем он лучше. Ну, это лично мой опыт. Что же дальше было с моим клеем? И вот я себе подумала, куплю я себе пистолет помощнее. Купила себе пистолет, ну, и скажу вам, тоже не дешевый. Купила, который 70-ти ваттный. И что вы себе думаете через некоторое время? И тот пистолет у меня тоже сгорел от того клея, что... Просто, когда ты нажимаешь, пистолет не разогревает клей. То есть, все время нажимаешь, нажимаешь, и тут вот забивается все клеем, и он горит. Конечно же, можно разобрать, почистить. Муж разбирал, но, знаете, снова там пистолет поработал немножко, и опять же, он не справляется с тем клеем. И знаете, мне вот даже интересно стало, расплавит ли тот клей пистолет Дремл, или же какой-то там более мощный и дорогой пистолет. Ну, у меня такого пистолета нету, так что клей пока что лежит, не знаю, что с ним делать. И снова купила себе килограмм клея, но надеюсь, что этот хороший. Ну, в любом случае у меня с этим магазином не было никаких проблем, и клей всегда был хороший. Дальше. Что мы дальше смотрим? Дальше вам покажу вот такую вот красоту. Это целая-целая упаковочка бабочек. Таких пресс-бабочек. Не буду раскрывать все свои секреты, но если вам такие бабочки нужны, ссылку я оставлю в описании. Эти бабочки я буду использовать в следующих моих мастер-классах, так что не пропустите. Вот, их тут очень много, я не помню сколько, или 500 штук, что-то такое, или 500 грамм, я же не помню. Так, вот такие вот бабочки. И взяла еще много оттенков репсовой ленты широкой, 4 см. В прошлые разы я покупала себе атласную ленту, пополняла ассортимент, теперь решила пополнить репсовыми лентами широкими. Вот, взяла вот такой розовый, малиновый, зеленый, фиолетовый, дальше беленький, светло-розовый, желтый, фиолетовый, кукурузный вот такой вот цвет, вот такой ярко-розовый, темно-фиолетовый и колбой цвет. Вот такие вот цвета пополнили сегодня мой ассортимент товаров для творчества. И на этом вся моя покупочка. Я надеюсь, что мое видео вам будет полезным. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Ну, а меня на сегодня все. Ждите в следующих видео новые мастер-классы. Всем пока, до новых встреч!